МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Облагораживаем 6 соток персонального счастья, неприхотливой флоры и раздаем советы, как вырастить чайную розу. Не пропустите рубрику «Все в сад». Сел за руль, гляди в оба. Тем более, если придется передвигаться по магистралям Германии. За излишнюю демонстрацию среднего пальца, согнутой в локте руки и даже показ языка можно получить штраф за несдержанность. Придется раскошелиться на 200 евро. С особой осторожностью следует передвигаться по японским трассам после дождя, чтобы не обрызгать пешехода. За подобное нарушение придется заплатить штраф, эквивалентный 2000 рублей. Ну а если вы только собираетесь вступить в автотранспортное братство, то советы Алины Алтынгузиной вам придутся кстати. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрей и Ирина в период кризиса решили вложить свои сбережения в автомобиль. Но как прийти к общему мнению, если взгляды мужчин и женщин так различны? В первую очередь я обращаю внимание на внешний вид, то есть дизайн автомобиля. Также немаловажное для меня при выборе машины – это вместительный багажник. Так как у меня маленький ребенок, коляски, велосипеды – все это приходится как-то утрамбовывать. Ну и, конечно, автоматическая коробка передач. Еще до прихода в автосалон Ирина остановила свой выбор на седане. Но ее супруг Андрей отдает предпочтение хэтчбэку. Оно и понятно почему. Я обращаю внимание на компактный городской автомобиль с высоким клиренсом. И все-таки хорошая комплектация, чтобы были парктроники, навигация, коробка-автомат. Ну и в то же время он был комфортен для города. Вместительный багажник седана позволяет перевозить нестандартный груз. Одно но – он ограничен по высоте. Багажник замечательный. Хотелось бы уточнить еще по техническим характеристикам автомобиля. С техническими характеристиками здесь на самом деле тоже все в полном порядке. Обратите внимание хотя бы на дорожный просвет этого автомобиля. 174 мм – это очень хороший запас с нашими дорогами и гарантирует вам комфортное передвижение, не обращая внимания на какие-то ямы, выбоины. А электроусилитель руля позволяет с легкостью управлять автомобилем. Конечно, седан глаза нелее. Но модели хэтчбэк все-таки компактнее и удобнее именно для города. Изначально объем багажника у хэтчбэка несколько меньше, но при всем при этом намного больше погрузочный отсек, куда можно сложить гораздо больше негабаритных грузов. Запасное колесо спрятано в нижнем отсеке багажника, что позволяет раскладывать задние сидения или располагать любой груз без проблем. Салон у модели хэтчбэка выглядит более презентабельным, а техническое оснащение выполнено на высшем уровне. Мультимедийная система с четырьмя динамиками, функцией Bluetooth и возможностью подключения внешних устройств через USB-порт. А благодаря 7-дюймовому экрану вы с легкостью сможете просматривать фото и видеофайлы. У этого автомобиля имеется штатная навигационная система, а также парктроник. Вообще, этот автомобиль приспособлен для городских условий гораздо лучше, чем тот же самый седан. Выбор сделан. Вкладывайте свою наличность с умом и пользой, и в скором времени вы ощутите реальную выгоду. Японские автомобили Datsun, Mido и Ondo вы можете приобрести в официальном дилерском центре «Лидер» по адресу улицы Авиаторов, 4А, телефон 205-22-24. В настоящий момент в нашем дилерском центре действует уникальное кредитное предложение. Ставка по кредиту составляет 5,5% годовых. Срок кредитования 24 или 36 месяцев, взнос 30% и каска вам дарится в подарок. Дополнительная выгода до 50 тысяч рублей на приобретение нового Datsun Ondo или Datsun Mido при одновременной передаче покупателям его прежней машины на утилизацию или же обмену по системе Trade-in. Посадили дерево? Дом тоже построили? Как и сын уже вырос? Тогда вам срочно нужно чем-то себя занять. Например, записаться в клуб по интересам. Самыми популярными у жителей Европы считаются клуб чтения «Топлес», клуб любителей поедания «Рыбы Фугу», женский клуб подражательниц «Шляпкам королевы Елизаветы II» и мужской фан-клуб «Человека-паука». Ну а если вы сторонник простых и адекватных человеческих радостей, займитесь цветоводством, призывает Виктория Тихонович. Далее по курсу наша рубрика «Все в сад». Здравствуйте! Сегодня мы посвятим нашу передачу розам, любимицы на всех садов. Но розы, которые подходят именно для северных регионов, эта группа относится к группе шрабов, то есть большие кустовые формы, которые прекрасно зимуют с небольшим буквально укрытием. Нежная южная красота давно прописалась в Сибири. Честь и хвала европейским селекционерам сумели вывести уникальный сорт. Зимует прекрасно, цветет обильно. Что же отличает, допустим, шрабы от чайно-гибридных тех же самых сортов? Они более даже ароматные, то есть более ароматных сортов в шрабах больше, чем, допустим, в чайно-гибридных. Они более устойчивы к морозам, менее подвержены заболеваниям. То есть все, что подходит для наших как раз условий, для условий Сибири. Посмотрим, как правильно высаживать. У нас в наличии сорт под названием «Рапсодия в голубом». Принцип посадки, в общем-то, ничем особо не отличается от других садовых роз. Это выбирается самое солнечное место, чтобы не подтоплялось весенними водами, ни замокания не происходило. Розы, они, в общем-то, девушки здесь сухоустойчивые. И капризны, если вдруг что-то вы сделаете не так. Не любят сквозняков. Достаточно прожорливые, несмотря на такую красоту, которую они нам дают. Готовим почву, выкапываем лунку, смешиваем садовую землю с перегноем и песком, плюс добавляем удобрение. Заправляем яму питательной смесью, вытаскиваем корневую систему. Главным правилом еще при посадке – это то, что нужно заглубить место прививки, если это розы привитые, а не корни собственные, на сантиметра 3-4 почвой. Место прививки нужно закрывать, чтобы солнце его не высушивало. И поливаем посаженную розу. Если после полива место прививки оголилось, советуем засыпать его перегноем. Если же вы высадили, наступила жара, желательно первые дни притянить данное растение, стволики и молодые листики от палящего солнца, чтобы оно немножко акклиматизировалось, и постепенно открыть укрытие, и чтобы оно уже начало расти. Вот такой аккуратный кустик у нас получился. Кстати, в дальнейшем уходе есть свои особенности. Так как это мощные кустарниковые розы, обрезка у них не такая короткая, как у всех остальных. То есть мы обрезаем побег всего на одну треть, чтобы было как можно обильное цветение на следующий год. Плюс регулярные подкормки. Тогда роза будет радовать вас своими цветками не один год. Разные виды декоративных растений на любой вкус и кошелек вы найдете в садовом центре «Нимфея» по адресу улица Садовая, 7А, Спрения, 3. Дополнительные информации можно найти на сайте нимфиасад.рф. Далее по курсу небольшой рекламный блог. Сразу после него расскажем, куда в ближайшие выходные обязан сходить культурный человек. И стоит ли ехать за вкусненьким и экзотичным за 3-9 земель. Не уходите далеко. Продолжим совсем скоро. Сибирская генерирующая компания. Теплый город. Добрый вечер. Тратите уйму времени и денег на шоппинг? Экономьте. Взгляните на электронные витрины нового интернет-магазина «Джинсы24.рф». Поразмышляйте о покупке, листая удобное меню сайта. Магазины во всех районах города. «Джинсы24.рф». Быстро, выгодно, удобно. Западный микрорайон «Златоулочка». Мы предлагаем рассрочку до 15 лет всего. От 12% годовых на покупку 1, 2, 3 или 4-комнатной квартиры. Звоните 215-37-37. «Златоулочка». Красивая жизнь в живописном месте. Наконец-то и во глубину сибирских руд пожаловало лето. Не совершайте преступления. Не сидите все выходные в четырех стенах. Лично я собираюсь открыть сезон пикников. Алина, ты что планируешь? Ой, Лена, даже не знаю, что выбрать и куда пойти. Тем более предстоящие выходные в городе обещают быть насыщенными. Но об этом поподробнее. Закончить рабочую неделю предлагаем весело. В пятницу в 19.00 в Красноярской краевой филармонии будет шутить лучший стендап-комик «Руслан Белый». Стоимость билетов от 800 до 3000 рублей. В субботу, 16 мая для любителей сладостей, сытностей и угощений ресторанный день на Каменке снова открывает свои двери в 15.00 по адресу Академика Павлова, 21. Кстати, вход свободный. Всех любителей искусства, 16 мая в 20.00 Центр Пилот ждет на первую немузейную ночь под названием «Чувство». Стоимость билетов 150 рублей. В день открытия 200. Еще одно увлекательное мероприятие – полуночный командный квест под названием «Путешествие о смысле жизни» пройдет в музее имени Сурикова. Сеансы стартуют каждые полчаса, начиная с 17.30 до 22.30. Стоимость участия – 350 рублей. А воскресный отдых обязательно проведите с семьей в зоопарке. Роев ручей на днях принял новых жителей – енотиху и двоих норок. А для самых маленьких открылся детский дворик, где обитают мини-овцы, козы и курочки. Посетителям разрешается подержать зверят на руках, погладить и даже кормить. А прокатиться на буквально живом, рычащем динозавре вы можете в парке динозавров там же. Желаем вам провести эти выходные весело и полезно. И ни в коем случае не сидите дома, ведь погода этому благоволит. Никто не спорит, что лето – это маленькая жизнь. Вот только нога далеко не всех наших соотечественников сможет вступить на лазурный берег Франции или оставить автограф «Здесь был Вася» на мраморном забое Парфенона. Кризис, знаете ли. По данным Федерального агентства по туризму, в Камбодже по сравнению с прошлым годом россиян побывало на 51% меньше. Поток туристов во Вьетнам упал на 27%. Улицы Филиппин не досчитались 21% наших граждан, а тайские лотки с жареными гусеницами и кузнечиками уже потеряли 8% своих русскоговорящих клиентов. Что же делать, если остренького и экзотического хочется, а ехать за ним в жаркие страны накладно? Выход предлагает Анастасия Прохорчук. Кто-то считает, что острая пища очень вредна, а кто-то думает, что с ее помощью можно похудеть. А вот американские ученые взяли и провели исследование. Одной части добровольцев ученые дали на обед диетическое блюдо и таблетку аспирина, другой части – острую мексиканскую пищу. После проверки слизистой оказалось, что у первой группы стенки желудка были повреждены. Значит ли это, что острая пища нейтрализует кислоты и полезна нам, сибирякам? Удивительно, но диетологи голосуют за приправы. Острая не вредна, острая полезна, потому что острая – это, во-первых, защита от паразитов. Люди, кто кушает, они почему едят много в рожарких странах специй? Потому что это убивает паразитов. У них организм адаптировался, и они имеют особенность такую, что у них много фруктов, и у них хорошо работает в печени желчный пузырь, у нас фруктов мало, и нам привозят их зеленые. Проблемы могут возникнуть у людей с заболеванием желудочно-кишечного тракта. Прежде всего, это гастрита, потому что сразу же будет обострение. Попробуйте дайте больному с гастритом, особенно с эрозиями, чеснок на голодный желудок. Он его скрючит, и он будет болеть. Если вы крепки желудком, кушайте специи иногда. На прилавках города огненное изобилие, морковь со свиными ушками за 200 граммов подадим рублей 70. Грибочки, фунчоза, миниатюрные початки кукурузы, овощные миксы с перчинкой – все в доступности. Но если у вас болит печень, не думая, откажитесь от таких кулинарных страстей. Острая пища усиливает работу и желчного пузыря. Если у вас камешки в почках, поберегитесь. А вот факт для вечно худеющих. Калорийность у острой пищи достаточно низкая. Наверное, замечали большинство азиатов – люди стройные. Когда обычные российские граждане попадают в условия, как Юго-Восточная Азия, или начинают увлекаться этой кухней, тогда это может провоцировать, опять-таки, возникновение гастрита. Что делать, если хочется, но сжется? Правильно – адаптироваться к острой пище постепенно. А вот и производство популярных корейских салатиков. Так зарождается лакомство в пластиковых подложках. Первый этап – подготовка овощей. Свежие овощи измельчаются. Практически весь процесс автоматизирован. Если в вашем салате попался слишком большой кусочек лука, не броните повара. Это все машина бездушная виновата. Далее процесс термической обработки в таком вот пароконвектомате. При такой обработке польза практически не улетучивается. Далее самый ответственный процесс. Вручную, смело, но деликатно замешиваются все ингредиенты. Так, по мнению поваров, вкус салата сохраняется дольше, и внешний вид будет более привлекательным. Специи добавляются в самом конце. Согласно исследованиям, среди всех корейских салатов, красноярцам больше всего полюбились острая морковка, паворотник и спаржа. Внимание! Хранить готовый салат рекомендуется не более пяти дней. При температуре от 3 до 10 градусов добавляйте в жизни пикантные нотки. Кушайте вкусно и будьте при этом здоровы! На этом у меня все, но главный час на седьмом канале продолжается. Отличного всем настроения и побольше поводов для улыбок. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...